2013 год объявлен годом духовной культуры в Ленинградской области. В свете планируемых мероприятий Старая Ладога оказалась под особым вниманием властей. На духовно-культурных объектах и исторической территории побывали наши корреспонденты. В этом году Старой Ладоге исполняется 1260 лет. Ко дню ее рождения, а также к дню рождения Ленинградской области подготовлено множество проектов. В этом году мы получили 100 миллионов. Планируется, что в течение следующих двух лет мы будем получать такие же суммы. Для того, чтобы восстановить градостроительную доминанту Ладоги – это крепость. Крепость – это основной объект показа. Все, кто приезжает в Старую Ладогу, безусловно, знакомятся с памятниками Ладожской крепости. И потом уже с памятниками культового зодчества, безусловно. Это две обители у нас – Никольский мужской монастырь и Свято-Успенский девичий монастырь. Старо-Ладожский Никольский мужской монастырь передан Русской Православной Церкви в 2002 году в критическом состоянии. За свою историю обитель пережила разорение шведами и два закрытия. В XVIII веке ввиду государственной политики и в советские годы, когда территория монастыря была отдана под ремонтную базу сельхозтехники и общежития. Большую помощь Никольская обитель получает от насельниц формирующегося Васильевского женского скита в деревне Чернавина, что на противоположном берегу. В намечающиеся праздники, в том числе 775-летний юбилей обители 2015 года, монастырь надеется получить помощь и поддержку властей и всех неравнодушных. В настоящее время с помощью администрации уже заасфальтирована площадка для стоянки транспорта и сделаны подъездные и пешеходные дороги. Умеляют сейчас построенные вот эти кломбы, зелень на газонах. Это все сделано в этом году. И все это сделано, конечно, сейчас вот эти дорожки, они еще весной были все размыты, а сейчас они уже покрываются гранитом. Кроме того, самый главный объект – храм, где совершается богослужение. Сейчас ведется устройство полов в алтарные части. Следующий этап – это установка иконостаса. Не меньший работ предстоит и Староладожскому Свято-Успенскому девичьему монастырю. В 2004 году, переданный Санкт-Петербургской епархии, он находился в не менее плачевном состоянии. В 2009 государство помогло обители восстановить ограду. Сейчас монастырь возрождается силами сестер, паломников, прихожан и друзей обители. Самая главная задача – мы хотим построить новый храм в честь Рождества Христова. Дело в том, что у нас основной храм наш – это храм крестовоздвижения, в котором мы служили с самого начала. Возобновление монастыря – он совсем небольшой. И с каждым годом паломников становится все больше и больше, и мы не можем всех принять. Год духовной культуры обещают пройти плодотворно. Однако важно понимать, что для того, чтобы помочь сохранить историю и дать жизнь новой, не обязательно дожидаться крупных дат. Субтитры создавал DimaTorzok